Собственно, я думаю, что все отслеживали действия, которые происходят у нас в порту. Я хочу начать, чтобы далеко не заходить, с митинга, который проходил к администерству. Цель митинга и требования к министру было подать в отставку по определенным причинам. Причина заключается в том, что до этого проходила встреча с министром один на один, в коротком кругу, присутствовали все лидеры профсоюзов, я в том числе, Павел Петрович, почетный президент Курта и сам министр, на котором все коррупционные моменты, все моменты непонимания были министру озвучены и рассказаны. Беседа проходила не менее полторы часов. На что министр нам ответил. Вы все прекрасно понимаете, в каком я состоянии, я этой ситуацией не владею, я не могу ее управлять, я не в силах что-то исправить. В этом случае у нас возникает вопрос, а нужен ли нам такой вообще министр, который не в состоянии что-либо исправить. Ведь назначение людей и контроль за использованием война и контроль за работой предприятий, это есть его прямая функция, в которой он говорит, я не могу этого сделать. Поэтому состоялся митинг. Кстати, завеститель по коррупции министра Юрий Федорович Лоранюк обвинил участников том митинга и меня лично. Сказал, что на этом митинге не было собственных портовиков, а участвовали какие-то наемные, непонятные киевские люди, которым еще и якобы рассчитались. И якобы у них даже есть видео, как кто-то с кем-то рассчитывался. Но оно до сих пор не предоставлено, потому что, я так понимаю, что заступных по коррупции министр Лоранюк, кроме как на болтовню, наверное, пока ни на что не способен. Есть факты? Предоставь. Нет фактов? Молчи. Мы, и от начала проверки, когда начинала работать комиссия, приезжал этот же самый, о котором мы говорим, замминистра Лоранюк. И в присутствии всех, там Павел Петрович был и я, члены комиссии, сказал, до начала проверки еще не началось, он уже сделал выводы и дал установку. Я, собственно, здесь сам не вижу вообще никаких нарушений. Все здесь прекрасно. Здесь есть только лишь конфликт Бибика и еще пару уволенных человек с администрацией. Вот откуда все ноги растут. А других коррупционных моментов я здесь не вижу. И уехал. Естественно, комиссия и члены комиссии в разговорах, они же все понимают. На самом деле все неглупые люди и все понимают, что происходит. Они так и говорят. Станислав Андреевич, ну что вы так беспокоитесь? Завтра что-то изменится и, возможно, все будет по-другому. Но сегодня мы защищаем лицо министра и министерства. Вот для чего пришла проверка. И никто этого не скрывает. Не для того, чтобы разобраться в ситуации. Не для того, чтобы услышать нас. А для того, чтобы защитить министра. И они это делают.